Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 16 октября. И начать хочу, уже наверное скажу традиционно, со слов благодарности тем, кто откликнулся на мой призыв и задонатил в сбор денег на закупку дронов. Причем география расширяется. Литва, Германия, Соединенные Штаты Америки приходят донаты. Конечно же, родная Украина и мы, украинцы, откликнулись больше всех. Больше всех донатов из нашей страны. Самый большой донат, 28 тысяч гривен, задонатила, я бы так сказал, жиночка-украиночка на имя Голыночка. Низкий уклин вам за такой большой донат. Так что дальше сбор продолжается. Мы ждем от вас помощи и поддержки. И наши славетние бригады тоже ждут от нас дронов Камикадзе для борьбы с российскими оккупантами. Ну а мы с вами начинаем оперативную обстановку. И начнем мы, конечно же, с сегодняшней ночи. Сегодня ночью, 16 октября, российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям. Давно не было таких атак. В том, что не только шахеды, было применено баллистическое вооружение. И было зафиксировано применение одной баллистической ракеты «Искандер-М». Пяти управляемых авиационных ракет Х-59. Это крылатые ракеты. И 12 ударных беспилотников типа шахед 136-131. Авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины. Шахеды противник направил с разных направлений. В частности, на запад нашей страны. Вы видите это. Я покажу схему, как они летели. Есть такая теперь уже возможность. В результате боевой работы с силами и средствами воздушных сил и сил ПВО сухопутных войск вооруженных сил Украины. Были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59. И две ракеты из пяти. И 11 из 12 шахедов запущенных по территории Украины. Так что довольно эффективно сработала наша система ПВО. Но с воздушными ракетами сложнее. Потому что дальность у них до 290 километров. И вы же понимаете, что время полета этой ракеты, она дозвуковая. Это ракета на пределе скорости звука летит. Но вы же понимаете, что короткий промежуток времени не дает возможности эффективно сработать с системой ПВО. Плюс разброс. Не везде есть достаточная плотность систем ПВО для того, чтобы сбить эти ракеты. И оперативная обстановка за прошедшие сутки сложилась следующим образом. На всей линии фронта за прошедшие сутки произошло более 70 боевых столкновений. Немножко снизился, но держится. Вчера было более 60, сегодня более 70. Всего враг нанес по территории Украины за прошедшие сутки 10 ракетных и 87 авиационных ударов. Также совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелы совершались не только по территории, точнее по позициям наших войск, но и по населенным пунктам в прилегающей к линии фронта территории. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие раненые среди гражданского населения и разрушения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары наносились в Черниговской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях. В эти сутки пострадали, прошедшие сутки были авиационные удары и по территории Николаевской области. Также расистские оккупанты обстреляли со всего спектра артиллерийского вооружения, начиная от минометов, заканчивая дальнобойными реактивными системами, обстреляли более 110 населенных пунктов. И обстрелы происходили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Далее у нас с вами идет по оперативным направлениям. Это зона ответственности группы войск Север. На Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без изменений, контролируемая и стабильная. На Северском и Слобожанском направлениях тоже особых изменений в оперативной обстановке нет. К сожалению, враг применял и авиацию, и артиллерию для обстрела нашей территории. Мы дежурим, дабы предотвратить проведение диверсионной деятельности на территории трех приграничных областей. Это Черниговской, Харьковской, Сумской. Ну и наблюдаем оборудование в инженерном отношении приграничных районах Рашистской Федерации вдоль нашей границы. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Хортица. Самая одна тоже. Здесь мы ведем и оборонительные, и наступательные операции. То есть у нас идет на Купинском направлении. Мы отбили за прошедшие сутки 15 атак противника. Это Синьковка и в основном Синьковка и Ивановка. Также это в районе Первого Лимана и Орлянки. Враг продолжает наступательные действия в районе Первого Лимана и Орлянки. Также возобновил штурмовые действия возле Егоровки и Макеевки. То есть они перегруппировались, подвезли свежий личный состав и продолжили наступательные действия. Тут надо отметить, что наступательные действия и наступательный потенциал немножко отличаются друг от друга. Да, они могут атаковать наши позиции, но плотности войск, даже при том, что они собрали 100 тысяч, плотности войск на вот этих участках, где они пытаются наступать, недостаточно для прорыва нашей обороны. Тем более, что мы оборудовали в инженерном отношении нашу оборону и она теперь... Вот теперь, кстати, можем посмотреть. Мы прогрызаем оборону, мы уже дошли практически до... преодолеваем, точнее, вторую линию обороны, вот этого знаменитого рубежа на Токмахском или Мелитопольском направлении. А они бьются об наши первые позиции в пределах серой зоны и никакого продвижения не видать и близко. Вот в этом как бы разница, как мы сделали выводы из сложившейся обстановки и на сегодняшний день таким образом оборудовали наши позиции. В пределах серой зоны, да, надо отметить, что линия фронта в пределах серой зоны движется незначительно, но движется, она динамичная. Где-то мы потеряем позиции, где-то враг теряет позиции. И бои там продолжаются, довольно активные, я вам перечислил, где они происходят. Но за пределы серой зоны колебания линии фронта не выходят. Далее лиманское направление. Тут наоборот затишье. В эти сутки были, прошедшие сутки было затишье. Враг, видимо, осуществляет перегруппировку. Ну и скорее всего пытается, наверное, осознать, что подразделения части 25-й армии оказались неготовыми для прорыва нашей обороны. Недостаточно у них навыков и вооружения, и личного состава. Посмотрим, как они будут перегруппировать на лиманском направлении войска, и какие будут предпринимать действия. Дальше бахмутское направление. Тут опять продолжаются контратаки. Вот что надо отметить. Стабильность, признак. Ладно, не буду ругаться в эфире. Но они продолжают контратаки в районе Клещиевки, Андреевки, Одрадовка по нашим позициям. Несут огромные потери в личном составе, но при этом командиры продолжают гнать личный состав в атаке. Кстати, по потерям подтверждает даже наши слова о том, что несут огромные потери в личном составе по всей линии фронта. Особенно вновь прибывшие мобилизованные, которые вообще не обстреляны, и для них это первое участие в боевых столкновениях. Так вот, подтверждают их родственники и знакомые. Там уже опять пошла целая волна видео записанных, где родственники, знакомые и этих мобилизованных требуют немедленно вернуть их из зоны СВО, убрать их с линии фронта. Потому что каждый час, как они говорят на этих видео, каждый час приходит сообщение о гибели или ранении того или иного мобилизованного. То есть, потери там огромные. Но, тем не менее, продолжают контратаковать наши позиции. Но вот, несмотря на контратаки расистских войск, пока что ждем мы официальное подтверждение. Но институт изучения войны, американский институт, тоже, я думаю, стоит ему доверять, они констатируют, что вооруженные силы Украины продвинулись к железнодорожной линии к северу от Клещиевки и юго-западнее, на 7 километров юго-западнее от города Бахмута. Российские источники сообщают о продолжении украинских наземных атак к югу от Бахмута на линии Клещиевка, Курдюмовка и Андреевка. То есть, вот видите, даже институт изучения войны тоже отслеживает российских военкоров и российские паблики. И тоже делает вывод, что наши войска имеют успех в районе железной дороги. То есть, это не стало препятствием, мы постепенно преодолеваем эту железную дорогу. И я так понимаю, что дальше мы будем стремиться перерезать, уже физически перерезать. Сейчас она под огневым контролем. Основную трассу снабжения Бахмутского гарнизона это Бахмут-Горловка. В зоне ответственности... Далее у нас идет зона ответственности группы войск Таврия. И тут начинаем мы с Абдеевского направления. При поддержке авиации продолжают штурмовые действия. Соотношение 3 к 1 где-то примерно, точнее 1 к 3. Одна наша бригада держит оборону, а наступление ведут до 3 бригад российских войск. Потери тоже здесь огромные. Если смотреть по цифрам, то где-то до 2 бригад уже потеряла за 5 дней штурма. Попыток штурма, именно попыток. Вот сегодня 15 атак. В районе Абдеевки, Керамик, Степное, Северное, Тонечко. Это все... Тяжелая ситуация в районе Красногоровки. Это все места, где расшисты пытаются атаковать наши позиции. Никакого значительного успеха они не получили за эти дни. Террикон не взят, Абдеевка не взят, окружение не происходит. 4,5 квадратных километра в основном за счет серой зоны были захвачены. Это с двух сторон примерно. Даже если поделить пополам на два направления, то есть севернее и южнее Абдеевки, то это по 2,2 километра захваченных территорий со стороны рашистских войск. Зато потери просто колоссальны в технике и вооружении. Кстати, я так понимаю, что наша артиллерия опять вернулась к контрбатарейной борьбе, что, видимо, то количество уже атакующих войск и наличие среди атакующих бронетехники говорит о том, что наша артиллерия может вернуться со своей основной задачей к контрбатарейной борьбе. По сегодняшним цифрам, в конце военной обстановки я, как обычно, доведу их, по сегодняшним цифрам вы поймете, что наша артиллерия вернулась к своей одной из главных задач, это уничтожение артиллерии врага. Далее у нас идет Марьинское направление. Здесь за прошедшие сутки силы обороны отбили опять тоже около 15 атак. В основном в районе самой Марьинки. Линия фронта абсолютно без изменений. На Бердянском направлении наши защитники отбили несколько атак в районе Приютного. Больше на других участках Бердянского направления враг не предпринимал попыток наступления или штурмовых действий. Там шли позиционные бои и обмен артерийскими ударами. На Мелитопольском направлении тут противник четыре раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного и в районе Вербового. Успеха не имел. Линия фронта без изменений. Также, опять же, возвращаемся к Институту изучения войны американскому. И они констатируют, что вооруженные силы Украины, воспользовавшись недавними контратаками россиян на западе Запорожской области, постепенно продвигались к населенному пункту Капани. То, что я вам и говорю, что на плечах отступающего противника, то есть мышцотрумовые действия, потом они контратакуют. И когда их атака захлебывается, они отходят назад, мы преследуем отходящего противника. В результате продвигаемся к населенному пункту Капани. И вот то, что я говорю, что выбили расшистов с их исходных позиций и продвинулись вперед. Однако, как констатирует Американский институт изучения войны, украинские официальные лица пока не комментируют какие-либо последние продвижения вдоль линии работи на Новопрокоповка-Вербовое. Так что ждем, что скажет наш генеральный штаб. Но они фиксируют по своей геолокации, что мы продвигаемся здесь вперед. То есть продолжается на Мелитопольском направлении наступательная операция сил обороны Украины. Далее в зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это таврийское направление. Здесь ситуация без изменения, она остается довольно тяжелой. Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу по возможности. Наше ПВО пытается сбивать самолеты, которые вражеские, которые применяют вот эти управляемые планирующие бомбы. Подвергается от Никополя до Херсона, подвергается обстрелам правый берег Днепра. К сожалению, как я уже и констатировал, есть жертвы среди гражданского населения и есть разрушение гражданской инфраструктуры. Далее в оккупированном, два слова скажем о оккупированных территориях. В частности в оккупированном Токмаке Запорожской области часть людей, получающих российские пенсии, оккупанты не осуществляет начисление средств. Также оккупационная так называемая власть не выделяет обещанные средства на установку окон, ремонт фасадов и компенсации других строительных материалов для восстановления повреждений, которые были получены в результате боевых действий. В городе почти не осталось профильных врачей. Оказание медицинской помощи на крайне низком уровне. Вот такая вот ситуация в Токмаке. Кстати, надо отметить, что не только в экономическом плане все приходит в занепад и в негодность, но и в плане военном. Например, фсбшники, расистские фсбшники эвакуируют архивы, вывозят свои комендатуры или свои отделы, эвакуируют семьи свои, коллаборанты потянулись уже вереницей, пока что вглубь оккупированных территорий, кто-то дальше уходит. Но тем не менее, потихонечку с Токмака начали выезжать коллаборанты и оккупанты. Это хороший признак, это говорит о том, что они не уверены в расистской армии, в том, что она сможет удержать Токмак. Далее, в оккупированном поселке Луганской области, здесь оккупанты развернули очередной полевой госпиталь и стабилизационный центр в подвале Углегорской тепловой электростанции для доставляемых из Бахмутского направления оккупантов. Вот опять же очередной госпиталь для очередных оккупантов, то есть это актуально, потери они продолжают нести колоссальные. Далее, наша авиация. В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Еще один удар был нанесен по зенитно-ракетному комплексу врага. Также нашими защитниками был уничтожен российский вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага, два средства противовоздушной обороны и пять районов огневых позиций артиллерии противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 860 оккупантов, то есть почти тысяча, в технике и вооружении в танках 17 единиц, в боевых бронированных машинах 23 единицы, в артиллерийских системах 44 единицы, одна реактивная система залпового огня, один самолет, один вертолет, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня, 22 единицы автомобильной техники и 2 единицы специальной техники. Так что, видите, опять наша артиллерия вернулась к контрбатарейной борьбе и продолжается 17 танков, две роты, практически две роты. А с учетом укомплектованности артиллерийских войск это может быть и батальон. Там сегодня нету, практически не осталось батальонов, в котором был полный комплект 31 танк. Также ББМ и 23 боевых бронированных машины тоже практически батальон уничтожен, а может быть и больше. Так что потери довольно ощутимые и довольно существенные для рашистской армии. Падает обученность боевого состава резко снижается в рашистских войсках, что не может не радовать наше командование и наших военных. Так что продолжаем наносить потери и не забываем, что там где тонко, там рвется. Так что может порваться оборона врага в любой момент. Далее у нас вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Купенска до Олешек. И мы с вами поговорим, и такая в общем сложилась военная обстановка. А мы с вами поговорим немного о военно-политической обстановке, которая сложилась в Украине и вокруг нашей страны. Наше главное управление разведки говорит нам о том, что спецоперации в Крыму приобрели системный характер и стали более интенсивными. Да, действительно, каждый день сигналы воздушной тревоги в Крыму звучат в различных местах или городах и населенных пунктах Крыма. Там работает ПВО, ПВО, точнее пытаются они что-то там сбить или отразить. И тем не менее каждый день что-то взрывается и горит на территории Крыма. Причем даже таких, сегодня вот там произошел, ну наверное беспрецедентный случай защиты Севастопольской бухты. Рашистское командование приняло такое, я бы сказал, судьбоносное решение. У них есть, оказывается, икона адмирала Ушакова. Они вынесли эту икону, погрузили ее на командный катер и совершали, не знаю, не обход, а плыв в Севастопольской бухте с вот этой иконой на командном катере. Таким образом защищая Севастопольскую бухту от ударов с воздуха и с воды, с моря. Вот такие вот системы ПВО. Да, действительно аналогов нет. Система ПВО и ПРО применяет российское командование для защиты, в частности, Севастопольской бухты. А наше главное управление разведки говорит нам о том, что сегодня это уже системная работа по объектам, военным объектам на территории Крыма, которая заключается в ударах по штабной инфраструктуре, логистическим центрам, путям поставки оккупационных войск и в местах высадки десанта разведывательным рейдом наших спецназовцев. Вот такие задачи выполняют наши силы специальных операций и главные управления разведки в Крыму. Далее, тут немножко два слова скажем про Израиль и ситуацию в секторе Газа. Там продолжаются удары сил обороны Израиля по сектору Газа. Хорошо, я так понимаю, хорошо идет обрушение вот этих вот подземных туннелей. Ну, там взрывы. Мы с вами все уже специалисты. Мы знаем, что такое взрыв ракеты, у которой там 200-300, а иногда и больше килограмм взрывчатого вещества в головной части. А что такое ФАП-500, мы тоже с вами прекрасно знаем, знаем какие воронки. Вот теперь представьте, это все рвется в секторе Газа. Конечно, ни один туннель этого не выдержит. Происходит обрушение, а иногда, когда попадают в места хранения боезапаса, происходит детонация боеприпасов, которые хранятся в этих туннелях. Так что работа идет плодотворная по уничтожению. Да, Хамас пытается препятствовать уходу гражданского населения, мы знаем. Об этом есть перехваты телефонных разговоров, где люди жалуются, что хамасовцы не дают им уйти на южную часть сектора Газа. Вчера появился ряд, а армия обороны Израиля накапливает войска, войска сосредоточены вдоль границы сектора Газа. И я так понимаю, что вопрос, это вопрос ближайших дней, входа израильской армии для зачистки сектора Газа. Видимо, настрой на операцию довольно мощный. А вчера появился ряд сообщений о том, что США, Египет и Израиль договорились о прекращении огня на юге сектора Газа. Об этом сообщила Reuters со ссылкой на египетских чиновников. И оно должно было начаться в 9 часов утра по Киеву. Однако его продолжительность не разглашается. Для того, чтобы открыть переход и принять всех желающих из сектора Газа, чтобы они могли перейти на территорию Египта. И там укрыться на время проведения сухопутной военной операции в секторе Газа. Но правда, через некоторое время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху опроверг данные Reuters о прекращении огня возле КПП Рафах для пропуска иностранцев и гуманитарной помощи. То есть КПП должно было сработать в две стороны. И выпустить беженцев, и запустить гуманитарную помощь. Ну посмотрим. Сейчас проходят, продолжаются митинги во многих городах мира в поддержку Палестины. Вот что самое интересное. Пытаются сейчас утянуть опять же в политические дебаты, в том числе и Израиль. Пытаются разделить Палестину и разделить Хамас. Ну Хамас контролирует сектор Газа, и пока что вопрос о, допустим, вторжении войск Израиля на территорию палестинской автономии не стоит. Вопрос стоит именно по сектору Газа, зачистка этого сектора от террористической организации Хамас. Поэтому тут надо понимать тонкости этой операции и не дать утянуть... Израиль должен не дать утянуть себя в этот переговорный процесс. Иначе их там запинают. И это может стать и крахом самого Израиля на ближнем, на том месте, где он сегодня находится. Ну посмотрим, как дальше будет развиваться событие. В принципе, цивилизованный мир весь поддерживает за эту операцию, потому что с террористами надо заканчивать. Иначе покоя от них не будет никогда. Далее Киев. У нас прибыла спецпредставитель Соединенных Штатов по экономическому восстановлению Украины Пенни Притцкер. Ее еще называют главным финансовым аудитором. Я скажу так, что как раз было запланировано, я напомню, ранее по решению Конгресса она сюда направлена. И было запланировано до 14 октября посольство Соединенных Штатов должно было развернуть стационарный и полноценный офис для работы Пенни Притцкер в Украине. Она будет контролировать все движения вооружения, аудит, полный аудит военно-технической помощи, финансовой помощи, поступающей в Украину. Не знаю, будет ли распространяться ее полномочия на аудит, допустим, помощи от стран-членов Рамштайн. Но от Соединенных Штатов то точно она будет проверять движение каждого цента, каждого патрона и всего остального. Ну, кстати, интересный факт. О ее прибытии сообщила посол Соединенных Штатов в Украине. И она же ее встречала в гордом одиночестве. Наши власти сделали вид, что не заметили ничего. Ни ее приезда нету, я не нашел в наших новостных лентах сообщения от наших СМИ и наших властей о том, что она прибыла в Украину. Вот, и никто из официальных представителей, даже из МИДа никто ее не встречал. Вот такая вот особенность приезда Пенни Притцкер в Украину. Далее из Европы приходят очень хорошие новости. Опять, ну, я так понимаю, что сегодня, кстати, начинается в Киеве отопительный сезон. Погода ухудшилась, температура упала. Сейчас начинается подключение домов к системе отопления. И мы понимаем, что в ближайшее время могут начаться ракетные удары по нашей энергоструктуре. И наверняка, ну, это же как бы неизменная традиция, наверняка, рашисты сейчас достанут свою любимую пластинку и заведут о том, что Европа замерзнет без рашистского газа. Так вот, Европа на сегодняшний день побила все рекорды в плане запасов природного газа в своих хранилищах. Общие запасы газа в Европе достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений. Такого еще не было. Об этом свидетельствует данная европейская компания «Газинфраструктура Европа». Сейчас подземные хранилища Европы заполнены на 97,9%, ну, почти на 98%. Что на 8,5% выше, чем показатели на эту дату за последние 5 лет. Европа накопила 107,7 миллиардов кубометров газа. Так что, ну, нам не страшен серый волк. Европе тоже. Так что не замерзнет Европа. И я думаю, что, может, это хотя бы новость отрезвит рашистскую пропаганду. И они не станут заводить свою пластинку. А Европа сейчас замерзнет. И бедная Европа, замерзшая, там загибается без РФ. И нет, не загнется. Далее, даже Катар, который там грозится устроить большой газовый кризис. Ну, наверное, Катар забыл, кому принадлежат их газовые месторождения. И чьи компании добывают газ в самом Катаре. Поэтому решил немножко погрозить, помахать своей газовой дубиной. В Китае происходит очень интересная вещь. Но я так понимаю, что Си Цзипинь продолжил, точнее, укреплять свою вертикаль власти и строить абсолютную диктатуру в Китае. Если у них там еще какой-то был плюрализм мнений, они принимали коллегиально какие-то решения, то сейчас он добрался, Си добрался до самой мощной силовой структуры. Это вооруженные силы Китая. И там идет огромная чистка рядов. Китай освобожден от должности командующей ракетными войсками Китая. Политический комиссар ракетных войск Китайской народной армии освобожден. Командующий военно-морских сил Южного театра генерал-лейтенант освобожден. Это все этим. Высший рук состав вооруженных сил. Командующий подразделениями противовоздушной обороны Северного театра тоже освобожден от занимаемой должности. Я так понимаю, дальше будут назначены лояльные люди. Кстати, это косвенный признак, косвенный разведпризнак того, что Китай может готовиться к войне. Убираются все нелояльные военно-начальники, которые могут колебаться. Или как в старом брежневском анекдоте, у меня говорит, что дед никогда не колебался. А если колебался, то вместе с генеральной линией партии. Точно так же и здесь. Это не совсем хороший звоночек из Китая. Абсолютная диктатура не приводит ни к чему хорошему. Это говорит о том, что все равно в глубинах начинает формироваться оппозиционное ядро. Всегда, когда снаружи начинает формироваться абсолютная диктатура, значит в середине начинает зреть недовольство и формироваться оппозиционное ядро. Таковы законы мироздания. Далее мы немножко поговорим о новостях из-за поребрика. Тут вообще человек, похожий на Путина, начал сыпать афоризмами, причем иногда противоречащими один другому. Буквально позавчера он говорил о том, что украинское наступление не привело ни к какому результату. И оно захлебнулось, поэтому рашистская армия перешла в наступление. Видимо другой человек, потому что если он здравомыслящий, он должен помнить, что он позавчера говорил, что ему говорить на следующий день. А вчера он уже говорил, что нынешние действия армии РФИ это активная оборона. Так подождите, армия перешла в наступление или все-таки она находится в активной обороне. Так что, ну и как всегда, активная оборона и все идет по плану и своих не бросаем. То есть 2-3 вот эти цитаты, ну уже третья добавилась активная оборона. На сегодняшний день. Тогда почему рашистская армия атакует? Как в известном фильме про оборона Минклана, они что у вас? Почему продолжается война? Они что у вас? Газет не читают что ли? Так и здесь. Человек похожий на Путина говорит одно, армия делает совсем другое. Также он, человек похожий на Путина дал интервью медиакорпорации Китая. Ну мы понимаем это в преддверии визита скорее всего. И тут несколько таких интересных, я взял цитатную такую выборку для понимания о чем, о чем, ну какой бред несет этот человек. Первое, Украина сама напала. Оказывается мы напали на РФ. Сама не хочет мира, а мы старались все решить мирным путем. Это одна цитата. РФ готова завершить конфликт мирными средствами, но Украина нарушила стамбульские договоренности. Ну вот тут конечно хотелось бы услышать разъяснение от наших политического руководства. Какие же стамбульские договоренности были достигнуты и почему, и что мы из них нарушили, для того чтобы понимать. Далее боевые действия в Украине начали в 2014 году, когда при помощи западных сил был организован госпереворот. Ну здесь можно понять, потому что не может ни человек похожий на Путина, ни даже рядовой россиянин не может осознать ментально, что такое Майдан. Что это не государственный переворот, что это был общественный протест. Против своей воли властей, как только власть начинает... Это было вот, они могут сравнить это с Болотной площадью. Только после Болотной площади наступили массовые репрессии в РФ и движение сопротивления было подавлено. А в Украине оба Майдана добились своих результатов. Да, они не завершили революцию гидности, но тем не менее они послужили толчком смены политического клана, что привело, соответственно, к неким политическим изменениям в государстве. И это было одной из целей выхода на Майдан. Далее, опять же, человек похожий на Путина, в китайском, в ответ на вопросы представителя китайского медиахолдинга, вспоминает, что НАТО должно считаться с интересами РФ. Для завершения конфликта важен внеблоковый статус Украины. Ну да, теперь мы должны согласиться с ним. Надо было раньше думать о внеблоковом статусе Украины. Теперь только НАТО. Других вариантов быть просто не может. Ну и дальше он говорит, вот приводит пример, что Москва и Пекин решили вопрос пограничного размежевания, который не решался 40 лет. Но при этом не говорит, какого размежевания. Это, наверное, сдача в аренду 150 тысяч гектар территории РФ и Китаю на 49 лет. Это, наверное, допуск Китая к выкачиванию 34 миллионов кубометров ежегодно воды с озера Байкал. Ну и других там уступок, я уже не говорю о разработках леса и других полезных ископаемых Китаем на территории РФ. Наверное, это было решено Путиным или разрешено Путиным для Китая. Ну, объемом, конечно, он хвастается. Так как объемы торговли с Европой и другими странами резко падают, нефтяной рынок падает, газовый рынок Китая падает, точнее, извините, России падает, то, естественно, человек, похожий на Путина, решил похвастаться, что с Китаем к концу года товарооборот может достичь до 200 миллиардов долларов. То есть Россия полностью идет в Китай. Ну и в подтверждение вывода, который я сделал, то, что Россия идет полностью под Китай, вот этот человек, похожий на Путина, говорит, качество китайских автомобилей улучшается, поэтому состояние, поэтому россияне в соотношении цена-качество с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей. Вот такой вот, так же, ох, как хочется посмотреть, когда по Москве перестанут рассекать эти элитные автомобили типа Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes представительского премиум-класса или другие какие-то машины. И все сядут на БАД, Джили и начнут рассекать там по Москве. Вот это я очень бы хотелось бы увидеть. Видимо, россияне просто в восторге от китайских машин и европейские им больше не нужны. Пусть загнивающая Европа сама ездит на своих машинах. Также стало известно, что Путин посетит Китай. Для участия в форуме «Один пояс, один путь» он пройдет 17-18 октября, но пока в Кремле не называют дату, когда человек, похожий на Путина, собирается посетить Китай. Но вроде как для принятия участия в форуме. Так что вот такие военные и военно-политические новости сложились в Украине и вокруг нашей страны. На этом мы с вами первый раздел нашего видеообзора закончим. И я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответами на те вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. А почему нельзя посылать больше групп сил специальных операций глубоко в тыл врага для борьбы с самолетами, сбрасывающими планирующие бомбы? Ну, потому что каждый переход через линию фронта связан с огромным риском. И вероятность того, что группа может не вернуться, довольно высокая. Это раз. Для того, чтобы сбивать самолеты, сбрасывающие падающие бомбы, планирующие бомбы, надо что? Надо с собой носить ПЗРК. Оккупированная территория вся нашпигована агентами ФСБ. Там действует Росгвардия, которая выполняет функцию правоохранительного органа и функцию комендантской службы. Кругом блокпосты. Местное население не может перемещаться из деревни в деревню без надзора блокпостов. А вы говорите запускать туда силы специальных операций. Нет. Такой возможности, это очень, будем говорить, очень сложный процесс, связанный, еще раз повторюсь, связанный с огромным риском. Тем более, пуск ПЗРК на соккупированной территории по рашистскому самолету, естественно, вызовет ответную реакцию. Будут проведены облавы, будут проведены зачистки территории и всего остального. Поэтому, нет, это на сегодняшний день вопрос нереальный. Вопрос. Израиль испытал и уже вроде бы успешно применил лазерный противоракетный комплекс «Железный луч». Хотя официально не подтвердили это. Напрашивается такой вопрос. Есть ли этот лазер такой мощности, что может уничтожить ракету? Нельзя ли его деиспользовать и против пехоты, или небронированной техники? Это же невероятная точность и эффективность должна получиться. Спасибо за ответ. Слава Украине! Во-первых, Генеральный штаб официально опроверг, что это было лазерное оружие, что это был «Железный луч» система. Хотя они ее тестируют. Ранее были сведения, что один комплекс у них находится на тестировании. Смотрите, нет. Эффективность применения этого оружия по наземным целям крайне низка. И даже по воздушным целям его эффективность очень зависит от погодных условий. Дело в том, что лазерный луч имеет свойство рассеиваться в воздухе за счет прозрачности или непрозрачности воздуха. То есть туман, дождь, снег. Да, снег. В Израиле тоже иногда выпадает снег. Не везде, но выпадает. Снег. Это все песчаная буря. Что бывает? Это все способствует тому, что задымление. Кстати, облака. А, вы знаете, что если объект будет за облаками, то этот луч ничего этому объекту не сделает. Потому что он не пройдет через облако. Прозрачность воздуха. Вот в чем главный недостаток лазера на сегодняшний день. Если лазер... Кстати, были варианты разработки этого лазера, что установить на самолеты. Даже Боинг, брали за основу самолет Боинг, на котором должны были устанавливать эти лазерные пушки. Потому что там прозрачность воздуха намного выше. Загрязненность его минимальна. Облачность выше 10 километров. 11 километров максимально идут перистые облака. Дальше нет облачности. И вот там это было бы эффективно. Вот сверху, допустим, то, что над облаками летит, это в качестве системы ПРО вполне могло бы обеспечить эффективность. А наземные цели, ну представьте, постановка дымовой завесы, все, лазер бесполезен. Взвеси, ну, так трудно объяснить. Но я постараюсь. Когда взрывается артиллерийский снаряд, если, допустим, нет ветра, то вот это облако взрыва, которое мы с вами видим на видео, оно потом превращается в такую взвесь пыли и дыма. И там глаз нельзя открыть, потому что, ну, песок летит в глаза, дым этот тоже не дышать, не вдохнуть, не кашлянуть, вот, и лазерный луч его не пробьет. И вот эта взвесь постепенно оседает на землю, в зависимости от скорости ветра, влажности воздуха, и она медленно оседает. Пока эта взвесь стоит, в воздухе висит, лазерный луч бесполезен. Поэтому нет. И, кстати, очень многие страны именно поэтому закрыли разработки лазерных систем. Кстати, в США тоже практически их свернули. И вот этот самый современный авианосец, у которого конструктивно, вот последний, который стал в строй, он сейчас, кстати, возле берегов Израиля находится, у него же конструктивно предусмотрены места для установки лазерных пушек. Но их до сих пор не поставили на этот авианосец. Потому как, насколько я знаю, программа была приостановлена. Шахеды очень сложно выявить. Потом сбиты. Чему не можно организовать добровольцев, которые бы под час повитряной тревоги спостерегали за небом на высоте ни один от одного. 500, там, 1000 метров. Мне кажется, что очи и вухо – наибольший радар. А кто вам сказал, что это не делается? Вы поинтересуйтесь у себя в территориальной громаде, где вы живете, там есть такие добровольческие формирования. Вы, ну, вообще, может даже поучаствуете в этом деле. Все это работает. Все есть наблюдательные посты. Мы стараемся покрыть максимум территории. За счет этого такая эффективность по шахедам. И она у нас довольно высокая. Все это есть, и все это мобильные группы выезжают, разворачивают посты наблюдения. У них, кстати, есть уже у этих добровольческих формирований. Ну, вот я не знаю, сейчас последние решения, разрешается им открывать огонь по этим шахедам, или они просто передают местоположение, их курс, куда они движутся. Так что все это работает в единой системе. Да, она сейчас налаживается, да, идет организация взаимодействия, передача информации. Да, у нас каждый гражданин может стать участником этой программы через приложение ЕППО. Как только воздушная атака, можно сразу же запустить приложение на телефоне. На всякий случай, если вы услышали звук шахеда, потому что, ну, услышали, потому что увидеть его довольно сложно в небе, то вы можете там, там надо по инструкции, наверное, в горизонтальном положении держать телефон, направить его в сторону этого шахеда, и он зафиксирует, и само приложение автоматически передаст данные на командный пункт, и шахед этот будет зафиксирован, и данные ему будут переданы нашим системам ПВО. Так что все это работает. Здравствуйте, в прошлом году была новость, что наши летчики пошли обучаться на А-10. У меня вопрос, они уже прошли обучение или еще учатся? И если уже обучились, то почему тогда эти самолеты не летают в небе над Украиной? Или это потому, что Украине больше нужны F-16, чем А-10? Ведь А-10, если бы у противника не было много ПВО, очень бы помогли уничтожать колонны техники, когда идут штурмовать наши позиции, как это сейчас происходит в Авдеевке. Я вам скажу так, что да, была такая информация, что якобы наши летчики должны поехать. Никуда никто не поехал, и эта информация просто заглохла. Никто нигде не учился, ни на какие бородавочники. Тогда, кстати, были разъяснения того, что это дозвуковой самолет, и его использование на сегодняшний день практически нереально, ввиду плотности систем РЭП и ПВО, которые находятся на переднем крае рашистской армии. Так что никто никуда не... Ну, у меня, во всяком случае, данных о том, что мы направляли группу каких-то пилотов в какую-то из стран, таких данных нет. В открытых источниках я не встречал. Были разговоры о том, чтобы направить, но дальше разговоров дело не пошло. Вопрос. Предположим, ракета летит на парковку с кучей машин. Каковы шансы выжить по сравнению с чистым пространством? По идее, машины защитят от шрапнели, но будет ли конкретный взрыв от бензина в баках или обойдется пожаром? Смотрите больше... Комментарии вам пишут. Смотрите больше фильмов. Бензин не взрывается, как показано в фильмах, и сигарета, брошенная в бензин, потухает. В большинстве случаев. Даже не подпалив его. Но действительно зависит от ситуации. Если в эпицентре взрыва, там может быть температура достаточная, чтобы поджечь бензин. Но вам это не грозит, так как вас и шрапнелью прибьет. Или взрывной волной. А бензин не взрывается. Ну, кроме испарения. Пары бензина взрываются. Да, причем очень сильно взрываются. Пары бензина. Смотрите, все... Вот тут человек правильно написал. Все зависит от того, как далеко вы будете находиться от эпицентра взрыва. Почему? Потому что, с одной стороны, если вы близко к эпицентру взрыва, то просто вас сомнет взрывной волной, плюс смещение автомобилей от эпицентра взрыва ударной волной. Вас просто может там раздавить. Да, от осколков они могут защитить частично. Частично, потому что автомобиль не предназначен. Для этого он не бронированный. Вот. Даже легко не бронированный. А если вы достаточно далеко от эпицентра взрыва, то да, эти машины могут вас защитить, смягчив ударную волну. То есть, расстояние между машинами может послужить как своеобразный такой окоп на поверхности. Вот. А вообще и на открытой местности тоже может защитить. Потому что ракета... Ну, опять же, повторюсь, мы с вами все уже тут специалисты по ракетам. Ракета, если она фугасная головная часть, она заглубляется на 6-8 метров в землю и потом происходит взрыв. При этом распространение осколков идет примерно под 45 градусов. Максимальный наклон, угол наклона осколков, разлетающихся от эпицентра взрыва, идет где-то под углом 45 градусов вверх. То есть, вдоль земли практически ничего не летит. И дальше сверху падают обломки и куски земли, и осколки, которые были подняты взрывом этой ракеты. Вот так взрывается ракета. Поэтому достаточно, почему говорят, что чтобы укрыться от артиллерийских снарядов, от ракет, достаточно лечь хотя бы в небольшое углубление в земле. При этом ударная волна распространяется вдоль поверхности земли. А человек, находясь в углублении, волна проходит как бы немного над ним. То есть, частично земля его, вот это углубление его защищает. Она смягчает ударную волну, которая может воздействовать на человека. Но осколки, я вам уже сказал, они разлетятся в основном вверх. Пожар может возникнуть, детонация топлива в топливных баках, может возникнуть только в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Чем дальше от эпицентра взрыва, тем вероятность того, что бензин вспыхнет или баки взорвутся, она становится меньше. Чем дальше, тем меньше. Тут прямая пропорциональная зависимость. Бак может лопнуть от воздействия взрывной волны, и бензин может вытечь. Ну и опять же, тут правильно написано, его надо поджечь. Если температура на улице минусовая, то поджечь бензин очень тяжело, потому как нет испарений. Если температура плюсовая, жарко, то тот, кто поджигает бензин, может получить ожоги, потому что он очень быстро испаряется, а пары бензина горят с огромной скоростью, что примерно приравнивается к небольшому взрыву. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, с изменением Министерства обороны Украины, что изменилось с заказами для ВСУ, с Тугнами, Вербою, при Резниковой их не заказывали для ВСУ, а теперь? А теперь мы просто не знаем. На сегодняшний день пан Умиров просто молчит, как рыба об лед. Я не слышу никаких заявлений, никаких изменений, никаких... Там идет какая-то непонятная борьба за назначение замов. Часть назначили, часть не назначили, но большинство назначили. Что они подписывают, какие тендеры проводят, есть ли изменения в гособоронзаказ, я не встречал в открытых источниках. Вообще, Умиров не... Ну, я не видел. Резников тот не слезал с экранов и со средств, с полос газет. И мы с вами, в принципе, хоть информацию владели, хорошую или плохую, это уже не важно, но она была. Сегодня с Министерства обороны информации нет никакой. Очень трудно добиться какой-то информации для того, чтобы сделать какие-то выводы. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Очень-очень жаль и надеюсь, что как-то Министерство обороны начнет информировать общество, что они сделали уже, что собираются сделать по искоренению коррупции, по ликвидации незаконно проведенных тендеров с одним участником по завышенным ценам или что-нибудь еще. Или, как обычно, скажут, там у нас все хорошо. Кто вам сказал? Ничего. Такого плохого нет. Все хорошо. Так что ждем, ждем, какая информация появится. Сейчас нету никакой. Здравствуйте, Олег. Расскажите, пожалуйста, почему при штурме окопов или посадок наши военные не используют бронесчеты, как у спецназа. Ведь это бы значительно уменьшило риск ранения и позволило бы намного быстрее продвигаться в штурме. Вы, наверное, ответите, что это неудобно. Но есть же какие-то облегченные щиты, которые бы имели хорошую прочность, при этом не были бы тяжелыми. Заранее спасибо за ответ. Ну, никто не будет так сказать. Вы видели те посадки? Вот посмотрите внимательно видео со штурмом, который снимают нагрудными или налобными камерами наши бойцы. Это кошмар и ужас пробираться через эти дебри, остатков деревьев и кустарников. Потому что после работы артиллерии это все надо смотреть под ноги, надо смотреть на врага. И представьте, теперь на руке этого солдата будет еще висеть этот бронесчит. Да он не то, что медленнее, он далеко не побежит с этим щитом. Ну, это крайне... Это же не городские... Да даже в городских условиях, когда рушатся здания с помощью артиллерии и авиации, то по камням, по этим таскать этот щит, ну, просто невероятно. Вы не путайте специальные действия спецназа или штурмовых групп при освобождении в мирных условиях. Когда захват заложников или штурм какого-то придурка, который с гранатой где-то стоит. Или захватил какой-то, как недавно у нас был, с гранатой захватил бизнес-центр. Это абсолютно разные вещи. Крайне тяжело передвигаться по этой местности. Изрытые осколками, с растяжками минными и всего остального. Окопами, воронками, посеченными деревьями, кустарниками и всем остальным. Я думаю, что если бы это было возможно, возможно, и физически не тяжело, то, поверьте, наши бы штурмовики ходили бы все со щитами. Как римские воины. Щит и пошли на штурмовые действия. Поэтому я считаю, что это крайне тяжело, крайне неудобно в тех условиях, в которых воюют наши бойцы. Гораздо надежнее, когда за спиной стоит танк или БМП и по первому жесту открывает шквальный огонь по оппозициям или по окопам, в которых находятся враги. О, вот это лучший щит для нашего штурмовика. Ну и граната на готове. Автоматы, граната. Автомат для стрельбы, граната, чтобы кинуть в окоп врага. Вопрос с Никополя, как артиллеристу. Нам не разрешают включать уличное освещение. Люди в потемках добираются домой. Влияют ли включенные фонари на обстрел? Евтушенко против освещения. Очень хочется услышать ваше мнение. Не знаю, кто такой Евтушенко. Но скажу, что вам ни в коем случае нельзя включать освещение. Почему? Потому что все артиллерийские обстрелы корректируются дронами. Если висит дрон и включено уличное освещение, то оператор дрона видит фактически карту города. Понимаете? Фонари обозначают улицы, подсвечивают дома, подсвечивают объекты в ночное время. Поэтому вот здесь это светомаскировка. Для ракеты это не важно. Ракета летит по координатам, ей все равно включены фонари или не включены фонари. А вот артиллерия работает исключительно по корректировке огня. То есть они выбирают объект. И как правило, сначала прилетает дрон-разведчик. Вот типа Орлана. Из реальных рассказов мне рассказывали, когда в Херсоне начала пребывать вода. И там были гуманитарные миссии. Волонтеры мне рассказывали, что подъехали они к Херсону. И тут же остановились перед городом на перекур буквально сходить в туалет. И тут же подъехала полицейская машина. Говорят, уезжайте немедленно, не останавливайтесь. Потому что висит Орлан. Они засекли там. Он висит на высоте 3 километра. Его достать практически невозможно. И сейчас стоячая машина это реальная цель для артиллерии. А теперь представьте, ночью висит Орлан и освещенные улицы. И оператор дрона видит все перемещения по этим улицам. И видит, чтобы скорректировать огонь. Поэтому да, у него может быть тепловизионная камера. И он может корректировать огонь. Если есть ночной канал, то он может видеть и ночью. Тогда уже не важно, включено освещение или не включено. Но в основном это происходит именно так. Включенное освещение на улицах. Это фактически с 3 километров вы видите план города полностью. Сравнивайте с картой и корректируйте огонь артиллерии. Доброго вечера, пана Олежа. Маю таке питание. Чему наши силы не могут разобрать залезницу с Валуи до Купенска? Так она не работает. Купенск наш, а Валуйки это территория Арефии. Она заходит в нашу страну. С Валуйок идет ветка, которая заходит, она идет на Купенск. В районе линии фронта она там в дребезге. Это железная дорога. Почему, кстати, враг пытается оторвать у нас эту железную дорогу? Потому что с Купенска она поворачивает на юг. И по оккупированной территории дальше идет на Донецк, там Волноваху. И там разветвление на Мелитополь, Мариуполь. Понимаете? Вот в чем загвоздка. Купенск на нашей территории нет смысла. Они используют только в том контексте, с Валуйок они используют эту дорогу только в контексте перевести технику вооружения и личный состав на территорию Украины. Вот в нашу страну, в Украину. И поэтому они так бьются за Купенск. Они надеются там, ну в планах, они как бы строят себе захват Купенска, повторный захват Купенска. Причем не только Купенск узловой, который находится на левом берегу Оскола, но и скорее всего Купенск город, который находится на правом берегу Оскола. Потому что в такой непосредственной близости, когда через реку мы можем постоянно артиллерии не давать им движения. Но захват Купенска именно для того, чтобы восстановить движение по железной дороге. Сейчас эта ветка не работает для снабжения войск. Она по этой ветке не могут довозить до Украины, не могут довозить технику самих Валуйок. Так что все там, все там, оно разобрано и она не работает. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть нашего видеообзора закончим. У нас остается третья, это пожелания, а не комментарии и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. Слава Украине! Героям слава! Латвия для вас! Спасибо за стрим! Латвия знает! Ну ведь все мы знаем. Умань витая! Слава Украине! Слава Украине! Если Израиль не проведет наземную операцию и не снищит Хамас, то это будет сигнал для всех их врагов продолжать в том же дусе. Да, это точно. Для Израиля это судьбоносная операция. Шалом! Сообщаю вам из Израиля. Город Хайфа. Впервые в мире Израиль успешно применил лазерную систему «Железный луч» для успешного перехвата ракет. Израильская передовая система «Железный луч» «Иронбим» не имеет аналогов в мире. Да, это точно. Один перехват лазерной «Про» будет обходиться в 3-4 доллара по сравнению с одним перехватом системы «Про» «Железный купол» в 50 тысяч долларов. Слава Украине! Сакраменто Капитал оф Калифорния в Украине! Уважаемый Олег, вы очень сильно ошибаетесь относительно результатов польских выборов. Партия «Право и Солидарность» действительно получила больше всего голосов. Но, к счастью, этого недостаточно, чтобы руководить. Коалиция трех оппозиционных на сегодняшний день партий по предварительным результатам получает безопасное большинство голосов. А «Право и Справедливость» по сути перейдет в оппозицию, так что формальный выигрыш ничего им не дает. И очень хорошо. 8 лет руководили. Превратили Польшу практически в средневековое государство. Победила демократия. И для Украины этот результат очень хороший. «Поверьте, я бы никогда в жизни не проголосовала за антиукраинскую партию». Вот такой вот комментарий. Спасибо за информацию. Сегодня сестра вернулась з Израилю. Їздила на день народжения унуки. Та застрягла. Знаходилась в Хайфе. Там, ну, відносно спокойно. Але, едучи в аэропорт, поспілкувалась с різными людьми. За її словами, у Цахала надзвичайно погана налагоджена логістика. Не было транспорту для доставки резервистів. Паливо на харчі бійцам теж погано діставалися. Люди в магазинах, як у нас, збирали продукты для Цахалу, давали танкистам воду і так далее. Можливо тому і затримка з наступом на газу. Вполне возможно, потому что я видел информацию, что Цахал, генеральний штаб Цахала объявлял телефон на горячей линии, просил местных жителей сообщать, точнее, всех и военных, и местных сообщать, где войска без снабжения, без продуктов і так далее, для того, щоб їх немедленно туда подвезти. С логистикой у них, видимо, у них все так хорошо. Всегда все понятно и по существу. Украина победит. Пишу слова поддержки из Великого Новгорода. Вот так вот. Киев з вами. Витаю. Дякую ему Киеву. Во Львове свадьбу сыграли. Так там одна четверть торта как раз на сто дронов тянет. Да, там хороший такой симбиоз прокуратуры и Державного бюро расследования. Сотрудница женилась, и прокурор, точнее, сотрудница выходила замуж, а прокурор женился. И да, свадьбу они грохнули такую, что там посчитали в дронах один торт, это действительно больше ста. Не четверть торта, там сам торт, по-моему, мог бы кучу дронов оплатить для вооруженных сил Украины. Ну, у богатых свои причуды. Что ж тут скажешь? Прокуратура и госбюро расследования. Спасибо вам, Украина, из Литвы. Вот такой вот приветственный комментарий. На этом мы с вами сегодня и закончим наш видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Я, как обычно, приглашаю те, кто еще не подписан, подписаться на мой канал. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Отдельные слова благодарности и спонсорам, и тем, кто помогает моему каналу. Ну, а также, напоминаю, не забывайте донатить на дроны для наших славотных бригад Збройных сил Украины. Ну, а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине!